Друзья, всем большой привет! Я знаю, что вы очень долго ждали этого видео, вы мне постоянно пишите вопросы, комментарии на эту тему. И сегодня я расскажу о пяти способах, известных мне, поиска работы в Канаде и как в итоге найти работу в Канаде. Это видео является продолжением серии видео об адаптации в Канаде, как легче и быстрее адаптироваться, найти свое место и так далее. Предыдущие видео вы, наверное, уже видели, если нет, то вы можете найти ссылки на них в описании под этим видео. Поэтому давайте не промедлять и вперед! Друзья, прежде чем мы начнем, очень важная информация. Я обязан вам сказать, что я не являюсь профессионалом в области поиска работы, трудоустройства, иммиграции и так далее. Все, что я вам рассказываю в своем блоге, является моей личной точкой зрения и моим опытом, через который я где-то прошел, и также той информацией, которую я получил из интернета. Вся эта информация доступна, это не какие-то сакральные знания, которые невозможно нигде найти. То есть все это вы можете тоже при желании найти. Поиск Google вам в этом всем поможет. Поэтому еще раз говорю, что не принимайте мои слова как что-то последнее, истину, которая существует в мире. Естественно, возможно, какие-то другие варианты касательные поиска работы и иммиграции, и трудоустройства, и, я не знаю, поиска жилья, может быть, стоимости расходов на жизнь. Все это очень индивидуально, однако я рассказываю о тех общих принципах, которые могут быть применимы, в принципе, и к вашей ситуации. Поэтому все, что я рассказываю, это моя личная точка зрения. Она может не совпадать с вашей или с теми, кто уже находится в Канаде, и у кого-то есть другой опыт, однако у меня есть такое желание с вами этой информацией делиться, может быть, она вам будет полезна. Также я вам очень-очень рекомендую хороший очень сайт, он называется wikitravel.ca, ссылка здесь, также ссылка есть кликабельная в описании. Пожалуйста, переходите на этот сайт, это просто огромная база информации именно от людей, которые уже приехали в Канаду, которые здесь уже адаптировались. И на этом сайте огромное количество информации, я сам очень большое количество информации получаю с этого сайта. Поэтому я вам крайне рекомендую, переходите, поиск вам поможет, там есть рубрики, где тоже поиск работы и так далее. Все, что касается жизни в Канаде, там очень много статей. Поэтому переходите и пользуйтесь этим сайтом. Итак, друзья, сейчас я вам расскажу о пяти способах поиска работы в Канаде. После этого я в конце видео дам вам, как всегда я это и делаю, практические советы, очень такие точечные, как лучше действовать, как искать работу и, может быть, какие варианты предпринимать. Итак, первый способ, первый способ поиска работы – это интернет. Всем известно, да, сейчас уже последние, наверное, лет 10 все люди ищут работу через интернет. В основном это сайты с работой, где размещаются вакансии, также где вы можете создавать, допустим, свой профайл и там оставлять электронную версию своего резюме в виде файла или заполнять прямо у них на сайте свой профиль. И таким образом работодатели вас тоже могут искать через этот сайт. Также большое удобство таких сайтов в том, что когда вы заполняете свой профиль или у вас есть загруженный файл с вашим резюме, вы можете его сразу же тут же подавать на этом сайте на вакансии, которые вам интересны. Вот здесь вот расположены все сайты, которые я знаю, которые наиболее такие, наиболее полезные, наиболее информативные. Также ссылки на эти сайты будут в описании, чтобы вы могли сразу кликнуть на эти сайты и перейти. И чем полезны они? Они полезны, конечно же, тем, что вы можете непосредственно посмотреть, какие вакансии по вашей профессии есть на рынке труда или там по любой другой профессии, посмотреть требования, которые приявляются к той или иной вакансии, ну и, собственно, сложить картину, что происходит по вашей профессии на рынке труда Канады. Из этих сайтов я хотел бы выделить отдельно Kijiji и Craiglist, потому что это не классические сайты по поиску работы, это сайты-агрегаторы всех объявлений, так скажем, Classifieds, как они еще называются. И на этих сайтах можно найти тоже большое количество работы, они, насколько я знаю, по всей Канаде, но там, насколько я знаю, там больше работа, которая вот такая, знаете, невысокооплачиваемая и не какие-то там крутые позиции, неуправленческие. То есть, скорее всего, эти сайты больше будут подходить для тех, кто ищет свою первую работу в Канаде или хочет сменить на какую-то другую. В общем, они не, скажем, они не заточены под поиск работы, но, тем не менее, там есть вакансии и многие люди находят работу именно через эти сайты. Поэтому проходите и пользуйтесь, там не такие широкие фильтры, но, тем не менее, можете посмотреть. Все остальные сайты, они специализированы именно для поиска работы. Какие-то могут быть очень друг на друга похожи. Я не буду выделять какие-то особенные, потому что, опять же, это личные предпочтения, кому-то нравится какой-то сайт больше, какой-то меньше. Но, в принципе, практически все эти сайты, они работают по всей Канаде, то есть, вы выбираете город, в который вы едете, где вы хотите искать работу и смотрите вакансии в этих городах. Также выделю из этих сайтов отдельно, это jobbank.gc.ca. Это государственный сайт поиска работы, и если вы, наверное, уже изучали условия стрима экспресс-энтри, вы, наверное, заметили, что для того, чтобы подавать свою заявку на экспресс-энтри, вам нужно иметь профиль на сайте jobbank.gc.ca. Почему? Потому что, когда вы создаете свой профиль, загружаете, опять же, информацию о себе в виде резюме туда, то работодатели потенциальные уже могут вас искать на этом сайте и, соответственно, подавать на вас заявку для прохождения всего этапа по экспресс-энтри. Поэтому обязательно пользуйтесь этим сайтом, он очень полезный. Что еще интересного можно сказать про эти сайты? Конечно же, на них большое количество вакансий, однако не все, которые существуют в Канаде. Потому что не все работодатели пользуются такими сайтами по одной простой причине. Чтобы разместить туда свою вакансию, они платят за это большие деньги. И в ответ они получают на эти вакансии размещенные просто огромное количество резюме. Поверьте, это сотни, это могут быть и тысячи резюме на одну вакансию. Поэтому работать с таким количеством поданных резюме очень тяжело, и часто работодатели или игнорируют эти сайты и пользуются другими методами продвижения своих вакансий, о которых я расскажу дальше. Или они просто это делают для, ну скажем, соблюдения некоторых процедурных вопросов, которые связаны с процессом найма персонала. Отдельным, если уж мы говорим об работе и поиске работы в интернете, отдельным я выделяю сайт linkedin.ca, да, или .com. Да, linkedin.com. Если вы слышали об этом сайте прекрасно, вы, наверное, знаете, о чем я говорю. Если нет, пожалуйста, переходите и обязательно пользуйтесь этим сайтом. Это очень важно. Я не знаю, насколько широко он используется в России, в Украине или в других странах, но в Европе и в Северной Америке это очень популярный сайт для поиска работы. Это даже, скажем, не сайт, это такая социальная сеть, объединяющая в себе инструменты поиска работы. То есть там в основном находятся работодатели и соискатели. Поэтому, пожалуйста, освойте эту социальную сеть для поиска работы и пользуйтесь всеми ее функциями, потому что часто она тоже помогает найти работу. И работодатели иногда даже не размещают вакансии на тех сайтах, а они постят их в linkedin, потому что там они напрямую могут выхватывать потенциальных работников, да. И там сразу видно весь профиль ваш. И чем, кстати, полезен очень linkedin, тем, что в нем вы можете разместить информацию абсолютно всю о себе, о всех сертификатах, которые вы получали, о высшем образовании, какую-то добавить дополнительную информацию, что часто не нужно включать в резюме. Ну, это такая и плюс, и минус. Однако, эта социальная сеть дает такую возможность, и ей нужно пользоваться. Вот это был первый способ, как искать работу в Канаде. Способ номер два поиска работы в Канаде – это рекрутинговые агентства, или, как их еще называют, агентства по подбору персонала. Это независимые компании, которые, основная их задача – это поиск персонала для работодателей. Чем хороши эти агентства? Они хороши тем, что они являются непосредственно связующим звеном между работодателем и вами. И это профессионалы, которые этим занимаются, и они не только ищут вас и работодателей и связывают в одно целое, да, но они еще могут очень сильно помогать вам в поиске работы. Они могут сделать вам оценку вашего резюме, они могут пригласить вас на первое интервью и послушать, как вы себя преподносите, да, как вы себя презентуете. И, может быть, даже дать какие-то рекомендации, как вам лучше, как вам улучшить свою презентацию. Зачастую такие агентства даже проводят какие-то семинары, воркшопы для того, чтобы, опять же, научить людей, как эффективнее искать работу. Также некоторые считают, кстати, что эти агентства, они не сильно полезны, потому что они действуют в основном в интересах работодателя. Однако это не так, потому что они как раз заинтересованы в трудоустройстве людей, потому что они за это получают элементарно свои комиссионные деньги. Поэтому тут интерес их простой. В Канаде огромное количество просто таких рекрутинговых агентств. Я сейчас не буду называть какие-то специфические, потому что, во-первых, они могут от города к городу различаться. Они есть локальные, но есть и глобальные, которые вообще работают по всему миру, и у них есть представительство во многих городах Канады. Как вы можете их найти? Элементарно, опять же, в гугле заходите, набираете «Recruiting agencies», и можете набрать какое-то название города, куда вы собираетесь ехать. И вам, в принципе, выпадает список сразу всех этих рекрутинговых агентств. И первую страницу сразу смело открываете каждая и смотрите, какие вакансии у них есть на их сайтах. Также у них тоже можно заполнить профайл свой. Вы попадаете в их базу данных, и уже они с вами работают. Есть, кстати, рекрутинговые агентства, которые непосредственно специализируются на каких-то определенных, скажем, областях знаний или профессиях. К примеру, какие-то агентства, которые специализируются на поиске работников для финансовой индустрии, или для IT-индустрии, или наоборот, только для индустрии «Ойл и Гэс», как это в Альберте. Поэтому поищите, посмотрите. Я не буду здесь долго останавливаться, но это тоже очень достаточно эффективный поиск работы, и часто люди находят работу именно с помощью этих рекрутинговых агентств. Способ номер три поиска работы в Канаде – это нетворкинг. Если вы знаете, что такое нетворкинг, это хорошо, вы уже будете понимать, о чем я говорю. Однако, если вы не знаете, я вам сейчас попробую вкратце объяснить. Вообще, нетворкинг – это очень такая большая тема знаний и больше даже умений, да, поэтому очень тяжело будет сказать это в течение двух-трех минут. Но, тем не менее, я сейчас попробую. Значит, нетворкинг – это создание сети своих контактов. Не стоит воспринимать нетворкинг как что-то такое очень узкоспециализированное и такое узкозаточенное, да, потому что вообще специалист по подбору персонала, и я даже не раз, когда общался, спрашивал, задавал вопрос, какой самый эффективный способ поиска работы в Канаде. Все мне отвечали – нетворкинг. Нетворкинг – это когда вы создаете свою сеть контактов и уже потом с ней работаете в своих интересах, да. Но один мой хороший знакомый, который очень преуспел, насколько я себе представляю, в нетворкинге, он говорит, что для него нетворкинг – это вообще стиль жизни. Это не только какой-то инструмент поиска работы, но это больше даже каждодневное общение с людьми, и не только вы от них что-то берете, да, но и вы им приносите пользу. И поэтому нетворкинг может быть полезен не только в поиске работы, но он может быть полезен абсолютно во всех ваших сферах жизни, как то какие-то бытовые вопросы или жизненные вопросы, да, или ваше увлечение в спорт и так далее. В общем, нетворкинг – это достаточно очень такое долгосрочное планирование, долгосрочное построение отношений с людьми, я бы так сказал больше. Поэтому о нетворкинге можно очень много найти информации в интернете, и поэтому я сейчас не буду очень подробно останавливаться, однако я скажу, что нетворкинг – это как раз, наверное, одно из действительно самых эффективных решений и инструментов в поиске высокооплачиваемой и хорошей работы, потому что с помощью нетворкинга находятся, как правило, та работа, те вакансии, которые нету нигде, ни в интернете, ни в газетах. Как я уже говорил, работодатели, они для того, чтобы разместить вакансию на какой-то сайт, они затрачивают на это большое количество ресурсов, как денежных, так и временных. Обработать всю эту базу данных, извините, резюме, которое им поступает из тысячи или сотен резюме, занимает большое количество времени, и пропустить эту всю огромную стопку резюме через процессы поиска и найма на работу сотрудников занимает очень много ресурсов у компаний, поэтому часто они пользуются именно инструментом нетворкинга, то есть они внутри компании размещают информацию о том, что вот есть такая-то вакансия, и люди, работающие в этой компании, они знают каких-то людей, опять же, допустим, вы создаете нетворкинг, вы общаетесь с разными людьми, вы рассказываете о том, что вы умеете, где вы работали, какой у вас опыт есть, какие ваши профессиональные компетенции, какой вы вообще человек, и поэтому, зная вас, люди могут вас потом рекомендовать на эту работу, сказать, вот у нас там появилась в компании такая-то вакансия, давай попробуем, и вы таким образом можете получить очень хорошую работу. Однако не думайте, что нетворкинг – это что-то похожее на то, что принято в наших странах, да, исхода, когда часто люди там устраиваются по блату или по договоренности, или там как-то по знакомству, мы это еще называли, скорее нет, нетворкинг – это такое более серьезное и долгосрочное построение отношений с людьми, и когда при нетворкинге, что очень важным является, это то, что оба человека несут взаимовыгодную, как бы, ответственность, да, тот, кто рекомендует человека, он несет ответственность за то, что он рекомендует этого человека, это непосредственно влияет на его имидж и восприятие в лице компании, да, ну, а человек, которого рекомендует, он берет на себя ответственность за то, что его рекомендует, поэтому, как бы, не надо, он не должен ударить лицом в грязь, поэтому нетворкинг – очень большая тема, а у меня вот, как я уже сказал, есть хорошие знакомые, если вам эта тема интересна, пишите в комментариях, что вам хочется больше узнать на эту тему, задавайте свои вопросы, может быть, если вы уже что-то знаете о нетворкинге, но хотите уточнить, вообще, как это все работает, пишите об этом, и если я увижу, что у вас достаточно большой интерес к этому, мы запишем интервью с моим знакомым, и он вам об этом больше расскажет, поэтому призываю вас писать комментарии, и перейдем к следующему способу поиска работы в Канаде. Друзья, четвертый способ поиска работы в Канаде – это карьерные выставки. или карьерные ярмарки, по-английски их называют career fair или job fair, где можно найти информацию об этих выставках. Опять же, можно просто в интернете набрать в гугле career fair или job fair, и город, в котором вы хотите это искать. Также часто такие выставки проводят университеты большие для поиска работы для своих студентов, но если это мероприятие открытое, вы тоже можете его посетить. Плюс, наверное, является в том, что вы на фоне студентов, которых еще не обладают большим опытом работы или вообще никаким не обладают, вы можете быть более выгодным кандидатом для работодателей. Поэтому заходите на сайты больших университетов и смотрите в разделе карьера, может быть, есть какие-то возможности. Также такие карьерные выставки проводят под эгидой каких-то больших компаний, потому что если эта карьерная выставка ориентирована, допустим, на поиск профессионала в области финансов или логистики, или производства, или там, не знаю, IT-сектор, то большие компании из этой индустрии, они будут проводить свои ярмарки, и вы можете тоже их посетить и поучаствовать. Также такие выставки часто проводят иммиграционные центры, которые помогают в поиске работы вновь прибывшим иммигрантам. Также заходите на сайты таких центров, в каждом городе они, конечно же, отдельны, поэтому ищите. Я для Калгари могу сказать, что есть 3 или 4 даже самых больших иммиграционных центра, вот ссылки на них здесь, переходите тоже на сайты этих иммиграционных центров и смотрите, какие возможности есть у них. Ну и последнее, наверное, это государство тоже иногда проводит карьерные выставки, чтобы трудоустроить население, естественно, да, этим занимаются, как правило, специальные службы, которые занимаются поиском работы и поиском персонала. Опять же, в каждой провинции это своя служба, но такая возможность есть. Карьерные выставки – это тоже неплохой способ найти работу, потому что вы непосредственно встречаетесь с работодателями и можете себя презентовать, показать свое резюме. Как правило, там, может быть, минута-две уходит на общение с работодателем, но, тем не менее, если вы хорошо натренированы в самой презентации, вы уже можете зацепить в своей презентации, да, и потом продолжать общение с работодателем. Ну и последний, пятый способ поиска работы в Канаде – это пешком. Да-да, вы не ослышались, я называю это пешком. Что это такое? Это очень просто. Некоторые тоже так находят работу. Вы берете свое резюме и едете в центр города, к примеру, да, в даунтаун, или где находится компания, которая вас интересует, и просто заходите в компанию и оставляете свое резюме. Или, к примеру, вы хотите найти первую работу, да, где-то, может быть, в магазине. Вы ходите по магазинам или там медицинские центры, ну, в общем, все, что угодно. Выходите и просто оставляете резюме. В чем плюс этого способа? В том, что, опять же, вы можете непосредственно встретиться с работодателем уже здесь, на месте, и бывает такое, действительно, что вас, может быть, сразу пригласят тут же на интервью, потому что какой интерес у работодателя? Представьте, сотрудник, специалист по поиску персонала, извините, сидит в интернете, да, или там в своей базе данных, и он пролистывает эти сотни резюме, и все, ему уже это все не хочется делать, а тут приходит сразу человек, живой кандидат, с которым можно пообщаться непосредственно, и которому можно о себе рассказать. Конечно же, это работает не во всех случаях, потому что часто вы, может быть, попадете просто на работника ресепшн, да, и который вам скажет, оставьте свой резюме, я его передам, может быть, он его тут же положит в мусорку, но кто знает, может быть, это поможет, поэтому это тоже один из способов, который может вам помочь в поиске работы. И особенно, если эта работа какая-то не сильно высококвалифицирована, да, допустим, там, работа на складе где-то, вы можете получить свою работу прямо здесь же и сейчас же, в этот же день, такое тоже иногда работает, и многие люди пользуются этим способом, поэтому я его тоже рассматривал, вернее, я им не пользовался, но я считаю, что это один из способов, поэтому им тоже можно пользоваться. Итак, друзья, это были пять способов поиска работы в Канаде, теперь несколько моих личных советов. Первый совет – это используйте абсолютно все эти способы, комбинируйте их, потому что чем больше вы способов применяете, тем быстрее вы найдете работу. Второй мой совет – это создать отдельный файл, где вы ведете абсолютно всю информацию о том, как вы ищете работу и кому вы отсылаете резюме, в какие компании, на какие вакансии. Третий совет – это ходите абсолютно на все мероприятия, посвященные поиску работы, карьерные выставки, какие-то семинары, воркшопы. Чем больше информации вы получаете, тем больше это вам поможет в поиске работы. Ну и четвертый совет – это пользуйтесь документом, ссылку на который я размещаю в этом, под этим видео, называется Advanced Techniques, он мне очень помог в поиске работы, надеюсь, что вам тоже поможет. Вот это, надеюсь, что вам это видео было полезным, если так, поставьте лайк, если не полезно, поставьте дизлайк, пишите в комментариях свои вопросы, я постараюсь на них ответить. И до скорых встреч, увидимся, подписывайтесь, да, на мой канал, оставайтесь и скоро увидимся. Всем пока!